Сегодня в нашем распоряжении интересный автомобиль УАЗ Буханка, который выпускается более 50 лет. Этот автомобиль новый, 2016 года выпуска, на сегодняшний день у него пробег 20 тысяч. Он возвращается из путешествия по Европе и заехал к нам на Краун для того, чтобы мы провели инспекцию. Почему к нам на Краун? Потому что Московский центр Краун является партнером путешествия этого автомобиля. Проект на самом деле очень достаточно простой, он не ставит каких-то сверхмасштабных задач. Для нас цель это проехать вокруг света с посещением всех континентов, с заключением Антарктида. Если получится Антарктида, возможно, но это скорее всего так, чисто гипотетически. Выбор средства передвижения под диктовым тем, что это должно быть нечто узнаваемое, нечто экзотичное для жителей других стран. Вообще Буханка это такой символ квинтэссенции советского автомобиля. То есть он проходимый, он надежный, легко чинимый, поэтому оптимально для путешествий в разных широтах, при разных дорожных условиях использовать именно его. И он очень хорошо узнаваемый, этот бренд, образ Буханки, он выглядит очень экзотично для жителей тех стран, через которые мы проезжаем. Потому что в Европе они не понимают, что такая машина еще производится. Для жителей каких-то стран третьего мира вообще будет открытие, потому что они ездят на обычных джипах, например, на Тойотах, и набиваются по 10 человек в каждую машину. Хотя, например, можно использовать такую машину. С одной стороны, мы преследуем цель посмотреть и показать как можно больше стран, больше каких-то интересных мест, но при этом не ставим каких-то сверх пропагандистских задач, политических задач. То есть проект сам по себе, он красивый, но при этом простой. Подготовка технической части особо не осуществлялась, потому что задача этого проекта, чтобы машина проехала в стоковом варианте. Была произведена комплексная обработка кузова составом Краун, выбран именно потому, что это один из немногих, даже если не единственный препарат на рынке, не только России, но и всего мира, который делает именно комплексную обработку. То есть это не только антикоррозионная защита кузова, а вот что касается всех резьбовых соединений и прежде всего электрических контактов, то вот Краун как раз защищает их очень от воздействия влаги. И если, не дай бог, что-то случится с машиной где-нибудь там на Африканском континенте, то будет легко открутить это, если касается резьбового соединения, и не будет проблем с электрикой. Поэтому был выбран именно этот состав. Автомобиль был обработан Крауном перед выездом, проехал по 18 странам Европы 20 тысяч километров, мы сейчас его поднимем и посмотрим, что с ним происходит снизу. Вы видели, какие УАЗики снизу через полгода эксплуатации? Ну, все ржавое. Давайте посмотрим, что в этом экземпляре. Посмотрите, рессоры практически в новом состоянии, как с завода. Мосты чистенькие, без ржавчины. Ну, давайте посмотрим, что важнее всего, рама, да? Рама вся с небольшим жирным налетом нашего состава, абсолютно чистенькая, без какого-либо налета ржавчины. Очень много открытых датчиков, резьбовых соединений, которые очень тоже важны, чтобы они не закисали. Они все чистые, без всяких проблем. То есть машину можно обслужить в любом месте, на дороге открутить гайки. Не надо для этого болгарка, сварочный аппарат, как часто бывает с этими машинами. Очень важная часть в кузове этого автомобиля – это сварные швы, их очень много, и вальцованные соединения. Вот край двери, да? То есть вот здесь вот снизу. Очень часто первое место, где появляется ржавчина, именно вот в этом месте. Вот эта вот кромка вальцованная, низа двери. Посмотрите, она промасленная, на нее попадает пыль, грязь, но, тем не менее, нет ни следа коррозии. Очень важно именно вот это обработать. Для того, чтобы добраться сюда, в сферно-технологическое отверстие щупом заводится сюда материал, и полностью везде распыляется изнутри. Гарантия того, что этот шов будет в отличном состоянии, без ржавчины. Автомобиль настолько популярен, когда он едет по дорогам тех стран, где проходит маршрут этой кругосветки, что возникает огромное количество соблазна у людей хоть что-то взять себе на память. Вот в Норвегии какой-то человек открутил крышку бензобака на память об этой машине. Пришлось доработать серьезный тюнинг. Теперь автомобиль ездит вот с такой крышкой. Для любого автолюбителя, который путешествует на длинные дистанции, известна проблема. Это большое количество мошек, которые налипают на капот, на лобовое стекло, и портится краска, если долго мошки не стираются. Ну и с лобового стекла их сложно отмыть во время путешествия. У нас есть отличный состав, которым я пользуюсь в путешествиях. Ребята, которые ездят на этой буханке, тоже пользуются. То есть достаточно нанести, дать постоять пару минут и смыть. Точно так же на лобовое стекло. Огромное количество мошек во время паузы при движении наносим. Пару минут постояло, дворниками эти мошки высохшие стираются, и поехал дальше. Очень рекомендую. Проект, который задумали ребята, кругосветное путешествие, поэтапное, на буханке. В этом проекте партнером выступает Crown.ru. Мы, как Crown Беларуси, естественно, будем следить за этим с большим интересом. Будем смотреть, как этот автомобиль эксплуатируется, куда он ездит. Будем обмениваться с ребятами новыми впечатлениями о новых странах. Вообще, следите вы на нашем канале за этим интересным, захватывающим, очень амбициозным и сложным проектом.